всем привет ребята здравствуйте с вами братуха и без записи боев хотел бы сегодня заснять видеоролик считаю что самый важный видеоролик сегодня какой может быть новость конечно есть еще одна маленькая новость операцию дали не только мне и другим блогерам это маленько обручает сам сам подарок я думаю индивидуально тут под общую кучу короче грибут это скорее всего как вот пишите типа там заслуге перед два роботом за реклама там до без выходных на протяжении трех лет без выходных заметим да и оказывается нет ребят нифига другим блогерам тоже дали у тех которых даже и бу и это по месяцу там выходные есть но не суть короче нам-то как бы не жалко другом делом а я хотел бы новость такую сказать карта от сообщества опять два робот сегодня в 1730 и там самое интересное происходит сейчас написано в этом году увидит цвет новая карта где мы с вами окажемся в необычном природном окружении нам кажется что новая карта должна обладать какой-то отличительной чертой которая которая бы разнообразила бои на ней внимание результаты опроса будут суммироваться из разных социальных сетей что самое классное здоровская мне понравилось я ребята сейчас просто предоставлю наверно скриншоты да вот циферка нажму 1 наверное что то уже не то пошло да вот у нас какая особенность карты вам наиболее интересно публичный опрос до 17 февраля проводится быстрое перемещение по карте телепорт и телепорта это типа вот вот эти вот телепорт и это когда стоит один телепорт в точке а другой телепорт точке б и ты можешь забежать в этот телепорт выбежать там с другом и мочить короче хорошей противника очень удобно и интересно было бы в этом плане телепортироваться для поддержания маяков для быстрой атаки там маяка и так далее но я считаю что против телепорта я голосовать не буду я считаю что это нарушит нарушит вот именно вот эта телепортация она нарушит нашу привычную игру war robots и это перевернет игру сверху как говорится с ног на голову потому что роботы не на настолько не способны выдерживать натиска противника не только быстрых фантомов которые спокойно добегают или ауджанов которые спокойно долетают но еще и будут натиски просто моментально и помимо того что фантом или бежит к тебе и может тебя ты у тебя есть шанс его заставить и убить и заставить фантома телепортироваться в обратку свобода маяков у тебя шансов таких может и не быть то есть не сводом вот этих телепортов телепортации и я считаю что это вообще просто навредит я я я считаю это навредит и ухудшит и усложнит игру для новичков для среднячков и телепортации будут пользоваться очень хорошо донатеры и другие люди которые будут вас нагибать дорогие мои и вот знаете что самое интересное люди проголосовали быстрое перемещение по карте за телепорты 540 человек русскоязычных проголосовала нанесение урона окружением 300 человек я проголосовал и необычное расположение маяков так вот нанесение урона с окружением вот пожалуйста вот этот скриншот например фантом побежал за я таки понимаю что это романа убежал за ней но догнать он ее не может потому что на карте присутствуют какие-то острые как тут видно шипы скалы где эти скалы могут нанести физический урон любому роботу который бегает по земле кроме того робота который может как сказать включать щит без наказанности как у равана например и равана может пробегать кости щиты я считаю что вот именно вот такое вот вот такое вот новшество с этими шипами по карте они предоставят больше вариаций для маневров то есть некоторые роботы могут атаковать по этим шипам а вот другим то вот обязательно придется их огибать это тактически принесет новую тактику в игру понятно что телепорта тоже тактику приведут на я объясняю телепорта они ухудшат в общем вам обычным игрокам жизни от телепортов не будет но вы голосуете вы не думаете головой вы голосуете сердцем да наверное ну скорее всего я рад за вас если в игру ведут телепорты потом не радуйте не 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 плачьте мои дорогие что я нас на своем фантоме прискочу к вам на базу и буду чпокать там вас безнаказанно а в случае какой-то угрозы будут телепортироваться к себе на базу и потому что там всякое может быть я могу на своей базе открыть свое умение прискакать к вам обратно базу скакать да по всякому может быть потом не нойте не плачьте так вот у нас ребят вот я за это именно голосовал хотя бы можно это было бы подумать головой своей проголосовать на буду уже там в 2021 году телепорта выбор выбрать ну ладно кто я такой у меня своя точка зрения у вас в . и третья необычное расположение маяков 310 человек то есть необычное расположение маяку да ну и так нахрен необычное расположение маяков чем а вот этого не расположение маяков она может быть необычного других расположений маяков еда вообще хотя бы могли бы разъяснить что значит необычное расположение маяков на потолке он что любит и не на 5 но я где будет вот этого что что это за маяки то есть один маяк будет среди что ли синий да то есть кто-то захочет самоубийца или наоборот прискакать на базу взять точку а и прискакать на базу противника и отчпукать вас там дачу напоминает историю с телепортацией в общем ребята я не знаю в чем фигня что происходит но вот я думаю что вот необычно расположен маяков непонятно чё почему да а вот быстрое перемещение по карте телепорты это вообще просто я играл в эти игры где есть телепорты и болен да там можно телепортироваться и нагибать а зная что у нас донатеры нагибают болен я понимаю что вся молодежь она будет найти плакать я считаю что телепорты это зло телепорт на фантоме вам этого мало я на своем фантоме без активных без голдовых модулей без дорогой лечилки без нужных умений на и не фуловом пилоте я бегаю и чпокаю рандом рандом вам приятно как я вас бегаю чпокаю по 2-3 миллиона набиваю серебро без прямо фарлю вам это нравится вам будет нравиться когда не только на фантоме но и на других роботах я буду телепортироваться на вашу базу и буду вам чпокать а теперь представьте например в r commander которые как говорят там любит бегать на раване или где-то там на инвайдерах и пока он идет к базе кваш и вы еще можете что-то там его надо мажить но стоит ему прыгнуть телепорт и все на вашей базе будет жирный паук от 5 тысяч энергоблоков за раз будет расходоваться и и нужно умение на лечение и регенерацию способностей пилот вы ребята вы этого ждете вы этого хотите голосуете вы уже проголосовали мое мнение вас вообще не не ничего не справит но вот разработчики куда думают куда смотрят такое предлагают что-то все-таки у разработчиков там в голове должна быть такая вот мысль что-то должно быть такое позитивное по поводу этих телепортов типа вот какой интересно там рыжий вася вот это вот предложил и как он именно вот это вот обосновал мы конечно помним что вот этот рыжий стэн он обосновал до что 5 личей лучше чем 5 все роботов разного формата в игре то есть запретить иметь два динамоковых робота в ангаре нельзя не это не надо делать он объяснил почему потому что тактика будет уменьшена а тактических решений и просчетов будет в разы меньше 5 личей это тактики куда больше вот это он объяснил мы тут всей планеты с ума сошлись за что что рыжих то такое несешь и что-то за бред такое несешь и вот здесь вот я не знаю что с что за человек вот это вот хотел обосновать папа как он вообще вот очень интересно было бы если бы какой-нибудь рыжик взял бы да и попытался бы объяснить что это вот вообще значит нанесение урона окружением это я еще понимаю это можно не только вот эти вот шипы и ставить можно и какой-нибудь бастион поставить я не знаю ту вслу какую-нибудь зарядить ёпту который ты будешь бегать к ней например на 100 метров она будет тебя хуярить а союзника твоего бить не будет но понимаете но окружение можно да всякое можно сделать например чтобы пробежать через пробежать противнику да вам надо будет преодолеть мост к примеру да в мосту работает например какой-нибудь гидравлический я не знаю пресс ёпту и есть ты не не пробежал 3 чпук лопнула и улетел нахер то есть можно даже завлекать туда противников и стане встанет их прямо на этом прессе да можно чего угодно придумать блять телепортация но это просто убила на просто гениально и люди взяли и голосуют телепортация давайте период давно давно не было донатеров у нас на базе вперед ребята всем лак привод вот будете вот знаете вот телепортацию эту введут вы на своих лео вы на своих вот сейчас там аресов да вот это вот которая уже понерфили вы жопу подставляете вот прям нагибайтесь прямо на базе и будем приходить будем вас нагибать короче прямо вот нагибайтесь юбку поднимаете и все нормально мы придем сделаем вам приятно я такого мнения и а как иначе телепортация что со своего маяка на другой маяк так ты ты не успеешь тогда маяки захватить противника потому что он со своего респа будет телепортироваться туда что это получится в этом плане есть ты будешь телепортироваться по союзным маякам то же самое получается с выбором маяков гонка за маяками блин нет в общем а ты сейчас 151 человек проголосовало это неплохо и смотрите первое голосование по поводу какого какому роботу да я я помню вроде 1700 человек проголосовало из русскоязычных говорящих на русском да а вот в предыдущем голосовании которое не открытую сделали там вроде более двух с половиной тысяч голосов было отдано сейчас вот у нас появилось голосование вот буквально да уже тысяча сто пятьдесят один человек проголосовал то есть я считаю что действительно хорошо что они вот прислушались к моему мнению вряд ли там кто-то еще мог придумать тоже наравне со мной какой-то блогер да но вот я думаю что все-таки к моему мнению прислушались и очень рад к этому все-таки блин прислушались и сделали вот именно вот так вот именно вот соцсетях открытое голосование подсчет голосов из разных соцсетей чтобы было тоже опубликовано вообще здорово классно ништяк никаких претензий ну а вы ребята обязательно напишите в комментариях по какому из этих вот телепортов окружения и расположения маяков вы думаете каждый тот на цифра к 1 и свое мнение цифра к 2 свое мнение цифра к 3 свое мнение очень будет мне интересно почитать именно ваше мнение ваши никнеймы которые часто люди пишут я их уже практически знаю наизусть кто постоянно пишет есть люди которые ленивые которые писать не умеют а вообще не подкованные там я не знаю ребята в школу неходящие но есть и те люди которые писать все-таки умеют знает что такое буквы существует и жду от вас ребят именно вот как комментариев пожалуйста по всем трем особенностям карты как здесь написано ну а разработчикам я желаю побольше посидеть подумать в своем офисе на пятиминутке если будут какие-то там проблемы и зайдете в тупик или захотите попросить совета пожалуйста свяжитесь со мной дискорде могу выйти на голосовую связь на видеосвязь пожалуйста можно посидеть пообсуждать вы в москве я у себя дома так что вот таким образом могу вам помочь быстрое перемещение по карте телепорты просто просто чума просто чума с вами был братуха и чумовые чумовые происшествия в игре кардинально могут менять это все но на самом деле маленчика маленчика от я не не сказал в плане того что эти телепорты они будут не на всех картах вот я как бы нагнал жути можете сказать братуха нагнал жути да я вот иногда вот как знаете информация проходит я высказываюсь а потом когда запись останавливается я уже видео выкладываю меня доходят еще свежие идеи свежие мысли но видео их уже не засунешь потому что видео уже опубликовано вот сейчас мне поступила свежая идея плане того что мысль свежая мысль что вы подумайте что я нагнал жути что это будет на всех картах нихрена ребят на всех картах наверное скорее всего ничего такого не будет а вот на новой карте это будет если взять как эксперимент как эксперимент телепорты на этой именно карте то можно быть более но лучше бы я бы все-таки сначала нанесение урона окружающим долго мы ждали карту да и как бы сами выбираем карту как бы самим бы да не налажать но я надеюсь что эти телепорты не введут хотя бы там старых картах но я нагнал жути на самом деле зря да но я умею да это делать в общем смотрите сами голосуйте очень приятно что разработчики выпускает в таком плане голосовалки потом я попробую если у разработчиков будет отдельная страничка где будут все опросы со всеми вытекающими результатами я обязательно сделаю на это обзор посмотрю кто где с какой страны проголосовал по данному вопросу по другому вопросу по третьему вопросу и будет очень интересно узнать вообще сколько человек играет в игру потому что как бы народу у нас заявлено типа миллионы а проголосавших первом голоса не 7000 смешно смешно ребят сейчас я думаю что с привлечением соц сетей голосование увеличилось я думаю что да может быть где-то в два раза нет не в два тысяч десять двенадцать вот так наверное голосование было я так думаю но не знаю могу ошибаться ну так вот по расчету мне таки и еще хотел ребят сказать что подарок от наташи пришел пришел плачь но он мне мал и пришла перчатки перчатки на велосипед все в общем закрывается я видел такие перчатки магазине но почему-то не взял думаю на фига не нужны а вот здесь есть прорези короче такие подушечки с воздуха и вот они вот именно помогут мне чтобы кровоток когда на руле ложишь руку не нарушался потому что у меня нарушается кровоток потому что руль так держишь или так или иначе и не получается и все равно рука затекает короче начинает болеть и берег и делаешь другой хват в общем две такие перчаточки наташка прислала спасибо наташа большое приятно а еще у меня много ништяков для вас на покой пришло ребят и еще у меня пришли дуги вот у меня пришли дуги хочу показать тоже на велосипед заказал дуги то есть чтобы менять хват не такой хват держать а например такой и положить руки там и спокойно поехать очень много посылок мне пришло на вот на пакет и так далее там подобное и держатель и всякие раз всем здорово несет с китая коронавирусом не заводил потому что это было все заказано до до нового года но шло долго полтора месяца ну там праздники скорее всего китайский новый год и наши новогодние в общем там очень долго шло просто жесть на этом ребята все с вами был братуха подписывайтесь на канал ставьте лалки дизлалки оставлять свои комментарии ваше мнение очень важно для нас всем пока пока увидимся в боях